На сопках Маньчжурии вальс легендарный Мелодии грустной, то стоны, то всхлипы Шатров написал просто и гениально И вновь фестиваль принимает Самара Оркестры гремятся, ревнуясь друг с другом Влюбленные снова вальсируют пары И память вальсирует с нами по кругу Написал стихотворение под впечатлением от трагической истории Создание вальса на сопках Маньчжурии, рассказывает Тарас Овчинников Эта композиция – воспоминания о погибших товарищах капельмейстера Ильи Шатрова Почти все участники его оркестра погибли в ходе сражений во время русско-японской войны Ежегодный фестиваль носит название вальса и не случайно проводится именно в Самаре Сюда был отправлен полк Шатрова после войны В 1908 году в Струковском саду состоялось первое исполнение на сопках Маньчжурии духовым оркестром Фестиваль на 8-9 год своего существования приобрел некий масштаб и такой размах, что я сам не всегда понимаю, что происходит и как это отразится на качестве исполнения С каждым годом фестиваль становится значительнее и требует все больше подготовки В этом году для участников муниципального самарского оркестра шили новые концертные костюмы Большая часть элементов этих костюмов изготовлена непосредственно в Самаре из материалов отечественного производства То есть мы тоже совместно с департаментом культуры ставили такие задачи по поддержке местных производителей Два основных комплекта дают возможность собрать не менее шести разных образов, в которые входит не только одежда, но и обувь, головные уборы, аксессуары Качественная ткань подходит на любую погоду, особенностью формы является тщательный подбор цветов Например, на майке пола изображен герб Самарской области, поэтому она представлена в ярко-голубом цвете Уровень подготовки к фестивалю дает понять, что в этом году он пройдет особенно масштабно Ольга Павлова, Алина Швецова, Григорий Плешаков, События